Приветствую вас. Вы знаете, чувствуется у вас в вашем тексте какое-то вот обесценивание, внутреннее обесценивание себя, вот, ощущается внутреннее обесценивание себя, все-таки некая такая заниженная зонаоценка, на мой взгляд, потому что, ну, во-первых, вы оба в браке, и, соответственно, отношения вы в браке свои завершать не собираетесь, вот, а при этом думаете, как с мужчиной строить отношения, вот. Причем мужчина тоже свои отношения в высоте не собирается, но при этом там тоже какие-то шаги в вашу сторону делает. Урон, конечно, обесценивание себя такое, достаточно пренебрежительное в, по сути, своей восприятии себя, это первое. Второе, в чем проявляется обесценивание в том, что вы говорите, что я бы не опустил из-за таких вопросов, но эти вопросы вас волнуют, то есть вы сами, как бы, обесцениваете то, что вам хочется знать, то, что вам интересно, вот. Очень интересный, кстати, контекст здесь получается по отношению к нам, да, то есть если вы до чего-то не можете опуститься, она спрашивает у нас, что тогда мы, вот. И еще в чем проявляется обесценивание себя, в том, что вы чувствуете себя, значит, так. Удают ощущение уверенности, пишите вы, значит, надежности, внутренние силы и длины очень спокойно. То есть всего вот этого вам не хватает. И вы относитесь к себе так, что считаете, что у вас самой подобных чувств, подобного состояния быть не множество. Может это быть состояние только с мужчиной. И вы не считаете, что это можно взрастить в себе, вы не считаете, что это можно приумножить в себе, и тем самым в этом смысле стать независимой. А, по крайней мере, ваши отношения, к сожалению, напоминают больше зависимые и независимые именно по той причине, что мужчина вам дает какое-то состояние, тогда как в отношениях, здоровых отношениях, люди не получают какое-то состояние и не стремятся что-то получить, а стремятся именно что-то отдать. Ну, в вашем случае об этом речи не идет, потому что любые отношения между любовниками, они строятся по принципу компенсации, по большому счету, когда человек компенсирует за счет любовника то, чего ему не хватает брать. Вот, а при наличии сильных чувств или при наличии здоровых отношений, ну, или мамёка на здоровые отношения, люди перед этим обязательно заканчивают предыдущие. Вот, возлагая и беря на себя ответственность за окончание этих отношений, потому что совершенно очевидно, что ваши отношения с мужем в текущей ситуации являются, ну, мягко говоря, не тем, что они себя представляют, от чего страдаете вы, муж и дети. Вот, и я так понимаю, что вы желаете продолжать. Вот, что, конечно, ничего позитивного для вас и вашего мужа и ваших детей нанесет в принципах. Что касается мужчины, то, на мой взгляд, наиболее здесь четкой, наиболее адекватной позиции будет то, что он понял, что дальнейшее взаимодействие с вами требует значительных вложений, как физических, так и эмоциональных, вот, не денег, не денег, не денег, нет, не денег, а именно духовных и эмоциональных вложений требует дальнейшего взаимодействия с вами, а расставаться со своей семьёй мужчина не готов, со своей женой мужчина никогда не готов. Именно поэтому он, скорее всего, станет сорваться, понял, что не готов работать как бы на два фронта, а решить вашу пользу он тоже не смог, даже выбрал жену, потому что с ней всё-таки всё более определённо и более стабильно, ну, сорок лет-то. Вот, не хочется как-то заново переживать какую-то неопределённость отношений, рисковать, рисковать котов далеко не каждый человек, вот. Но важно другое, важно то, как вы восприняли его, ну, его отстранение, как вы восприняли его нежелание с вами контактировать и в результате чего, а, вы допустили отношения на стороне без чёткой позиции по отношениям с мужем, и, б, откуда возникли сомнения относительно своей позиции. То есть, ну, у вас с мужчиной появились, у вас с мужчиной зародились отношения, мужчина проявлял инициативу, вы встретились, провели время, вы разъехались, мужчина стал нынче писать. Очевидно, что, как бы, позитив от проведения времени с вами не перевешивает для него негативных возможных последствий и позитив, существующий в его семье для него. И это очевидно. Но вы не можете сформировать позицию, не можете принять того факта, что мужчина, может быть, просто испытывал потребность что-то реализовать на стороне, не реализовал это, не обязательно секс, вот, и всё. Что очень часто бывает, как раз таки, с отношениями внеобрачных, внеобрачными. И вы это не можете принять. Также вы не можете принять того факта, что вы не можете терять мужчину, потому что он никогда не был вашим. И люди вообще вашими быть не могут, мужчины вашими быть не могут, люди не предметы, люди не вещи. Вот. То есть, главная проблема в том, что вам не хватает уверенности и надежности для ощущения внутренней силы и так далее. И вот то, что вы внутренне негармоничны, то, что кто-то может дать вам, додать вам, как бы, гармонию, свидетельствует о внутренних противоречиях, которые лишают вас равновесия, с чем и нужно работать вам с психологом. И, вероятно, тогда вы уже сможете принять решение относительно того, что делать дальше, как поступать дальше и прочее, прочее. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Очень ясно проглядывается здесь ориентир на мужчину, а не на себя. Очень ясно проглядывается данный аспект. Только в одной фразе вы позволяете себе написать, что именно вам вот это всё нужно, но при этом не задаётесь вопросом, а почему с моим мучем у меня этого нет, да, и почему у меня у самой этого нет. И не смущает на меня то, что, по сути, человек для меня это такой вот источник, да, определённых жизненных сил. Ну, не жизненных сил, а источник эмоциональных сил. Вот. Тут, конечно, есть над чем поработать, есть над чем подумать, есть что обсудить. Вот. Так что, такие вот у меня мысли по данному тексту. Как бы, вот ваш вопрос, да, вот вы спрашиваете, вопрос из области мужской психологии. Значит, вот вы спрашиваете, значит, я хочу понять, как к ним себя вести, да, тут, а в чём ваши сомнения? Почему вы не доверяете себе и не хотите довериться своим чувствам, которые бы и направили вас в том направлении вашего поведения? Главное, избавиться от, ну, как не избавиться, а главное отследить и скорректировать рэкетные чувства, да, такие как обвинение, злость, вот, фрустрацию, то есть такие вот рэкетные ощущения. Какое должно пройти время, чтобы мужчина пришёл в себя и проявил себя? Ну, опять, да, здесь какое-то вот, с одной стороны, нежелание брать инициативу в свои руки, да, нежелание защищать свои интересы, что, кстати, лежит в основе того, что вы не удовлетворены глобально, а с другой стороны, вот, ну, вы задаете такой вопрос, сколько должно пройти времени, чтобы мужчина пришёл в себя? Пришёл в себя после чего? Проявил себя как? Зачем? Сколько должно пройти времени? Ну, мы же не предсказательные, а, она не, и мы не можем знать, сколько времени. Это, может быть, никогда, может быть, завтра. Другой вопрос, готовы ли вы, как-то, вот, ставить свою жизнь в зависимости от таких раскладов, да? Вот, ну, это уже вопрос, скорее, к вам. Дальше. Или его отстранённость, в принципе, связана с нежеланием общаться? Э, образа вообще нет, я не думаю, что здесь есть нежелание. Как мне утроить свои позиции? Ну, об этом я уже говорил. Не хотелось бы отказываться от него, мне очень подходят во всех аспектах. Ну, опять же, да, отказываться, теряется, в принципе. То есть о каком отказе от человека вы говорите, здесь не очень понятно. Вот, и в целом, а, вот, вот, ваши, ну, ваши мысли, то, как вы мыслите, то, как вы выражаете свои мысли, то, какие они у вас, насколько реалистично и структурировано, адекватно, позитивно, конструктивно ваше мышление, это ещё очень большой вопрос, к сожалению, который тоже не надо забрать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.